Тверские педагоги и школьники продолжают одерживать победы на всероссийских соревнованиях. Дети поют, играют на музыкальных инструментах, завоевывают высокие награды в спорте, а их учителя традиционно оказываются в числе лучших в стране за свои профессиональные заслуги. Подробнее о победителях последних двух недель – следующий сюжет. Прекрасный вокал и фортепиано – не единственный талант и увлечение девятиклассницы Ульяны Подшус. Девушка-победитель заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. Таких как Ульяна, обладателей золота по различным предметам в России, 542 человека. А вот в Верхневолжье она одна такая. Английский тоже отлично. Умеет играть на флете и органе. В планах – выучить испанский, китайский языки и посвятить жизнь музыке. А так я очень люблю читать тексты на иностранных языках. Ну, например, анализ какой-то книги или какого-то сериала. Мне это очень интересно. Прекрасно заниматься музыкой, потому что музыка разнообразная. Есть разные стили музыки, есть разные инструменты. И там есть большой комплекс, где можно выбирать, что будешь делать. С музыкой связана жизнь и работа педагога Дворца творчества детей и молодежи Оксаны Овчинниковой. Любить и понимать искусство, а главное – социализироваться Оксана Ивановна, помогает особенным детям в коллективе «Ноты радости». За 6 лет работы даже тяжелые дети научились слышать и слушать других, управлять эмоциями, следовать общим правилам, быть участниками творческих дел, флешмобов, концертов. Кружок посещает 42 ребенка с расстройствами аутического спектра. Недавно педагог представляла Тверскую область в Санкт-Петербурге на 8-м всероссийском конкурсе, где защитила свою уникальную адаптивную программу и заняла второе место. Есть волшебная сила искусства, у меня волшебная сила звука. Звук гармонии имеет невероятную силу эмоционального воздействия, а музыка в моей работе с особыми детьми стала универсальным лекарством. Меняю лишь дозировку каждому из них. Да, вот у меня есть мальчик, сейчас осваивает фортепиано. Неплохо. Хочу приготовить все конкурсы на следующий год. Богатым на победы 2023 год стала для ученицы Тверской гимназии Александры Круковой. Вместе с вороным красавцем Ричардом Блэком русской верховой породы они привезли с первенства Центрального федерального округа по конному спорту золотую медаль. За три года совместных тренировок кони-всадник стали отлично понимать друг друга. Но он по большей части любит морковь, яблоки, сахар. Он любит только в работе. Это означает для него как похвала. Когда вы учитесь новому вместе и выступаете, и переживаете все переживания, соревнования, очень волнительно для лошади и садника. И это всегда как-то сближает садника с лошадью. Александра Крукова думает о том, чтобы связать дальнейшую жизнь с конным спортом. Уже сейчас она находится в сборной команде страны и готовится к первенству России. Но как многие спортсмены мечтают об Олимпиаде и олимпийском золоте. Продолжение следует...